Одно из экологических движений установило в столице несколько датчиков для измерения уровня загрязнения воздуха. Данные отображаются в онлайн режиме и обновляются ежечасно. Сейчас мы находимся на пересечении улицы Московская и Умиталиева. Через этот сайт мы можем посмотреть, насколько загрязнен воздух в этом районе. Как показали данные, уровень концентрации вредных веществ в этом районе превышает 4 раза. При таком качестве воздуха людям запрещается выходить на улицы или рекомендуют надевать маски. Спортом заниматься или бегать по этим улицам также нельзя, потому что это вредно для организма. Без маски никуда. Данные онлайн анализаторов организации Move Green говорят, что в некоторых частях города уровень загрязненности воздуха и вовсе превышен в 5, а то и в 6 раз. Концентрация вредных веществ увеличилась в период отопительного сезона, однако так называемые ядовитые мелкодисперсные частицы пока не превысили опасного уровня. Как вы знаете, сейчас отопительный сезон, вот эти новостройки, в основном, жилмассивы, тоже, они же, как вы знаете, отапливаются углем, резинами, остатками материалами. Это тоже влияет на атмосферный воздух, поэтому это тоже мы мониторим с помощью летательного аппарата, дрон, полимерными аппаратами и фиксируем, где выделяется черный дым. Мы передаем эти факты фото- и видеосъемки, мы фиксируем и передаем соответствующие госорганы для принятия соответствующих мер. Специалисты Кыргызгидромета не отрицают, что проблема со смогом в столице есть и воздух сильно загрязнен. Пик, когда весь город накрывал смог, уже прошел, однако из-за погодных условий столицу временами накрывает пелена серого дыма. Это происходит из-за того, что воздушная масса не может двигаться вверх из-за атмосферного давления. У нас нет проветривания такого, как раньше. Холодный воздух надавливается, и из-за этого идет накопленное загрязнение. То есть это загрязнение не разовое, а накопленное. То есть если воздух не меняется, это означает, что загрязнение накапливается. Из-за этого у нас превышения очень большие именно в осенне-зимний период. Также нужно, естественно, связать с автотранспортом, с тем, что город Пешкек у нас находится в таком опоясывающем кольце из жилмассивов, которые, естественно, топятся, и также другие предприятия. На качество воздуха особенно сильно влияет и архитектурная планировка города. В последние годы она велась хаотично, нарушив всю схему, заложенную при закладке столицы. В итоге постройки мешают проветриванию, воздух стоит. В Кыргызгидромете исследования на качество воздуха специалисты проводят мануальным методом. Говоря иначе, они вручную отбирают пробы воздуха. Результаты анализа выходят только на следующий день, то есть эксперты получают информацию за вчера. Автоматический анализатор воздуха на весь город только один, и то он расположен в относительно чистой экологической зоне Пешкека. Вы наблюдали за сайтами такими? Там вот видно, что где-то красненькое горит, где-то фиолетовое, где-то желтое, где-то оранжевое, где-то вообще зеленое. В одном и том же Пешкеке. Это, конечно, очень хорошо, что они расположены по разным местам. И вот мы в будущем собираемся закупить еще, если нам купят, еще автоматические станции, и расположить их как раз-таки в разных частях города, чтобы видеть картину более реально. Ну а наши стационарные пасты сейчас расположены в разных частях города, но они дают нам информацию за прошедшие сутки. Так как наша автоматическая станция дает информацию за каждую минуту. Экологи бьют тревогу и призывают предупреждать граждан об уровне загрязнения воздуха каждый день. Ведь это напрямую сказывается на здоровье граждан. Провоцирует не только легочные заболевания, такие как астма, бронхит, но также может вызвать сердечно-сосудистое недомогание. В такие пики население должно предпринимать меры по собственной защите. В это время нельзя заниматься спортом, нельзя делать активные физические упражнения. В том числе в эти дни должна быть отменена физкультура в школах на открытом воздухе, потому что это просто опасно становится для здоровья. Правительство, напомним, проблему признало. Констатируют, что некогда зеленый бешкек теперь имеет дурную славу, и о ней, скорее всего, узнают в мире. Заместитель руководителя аппарата правительства Болот Джунусов сообщил такой интересный и обидный факт. В прошлом году три дипломата покинули бешкек из-за грязного воздуха, разорвали свой трудовой контракт и уехали, чтобы не заработать проблем со здоровьем. Так плачевно дело обстоит последние 5-6 лет, заключил чиновник. Однако на сегодня пока нет достаточно емкого и аргументированного исследования о причинах смога. Правительство работает над программой по изменению ситуации, но немаловажную роль должны сыграть и перемены в сознании людей в сторону экологичной жизнедеятельности.